Почти 90 дней велись работы по ремонту котельной в поселке Нижний Баскунчак. Работу выполняла подрядная организация из города Бийска. Напомним, что для бесперебойной работы котельной и обеспечения теплом поселка из бюджета области было выделено 15 миллионов рублей на покупку двух новых котлов. Сроки уложились. Мы присутствовали от начала до конца. Сначала демонтажа котлов, автоматики. Далее монтаж самих котлов, барабанов, опрессовка, установка экономайзеров, дымососов, вентиляторов. На сегодняшний день котлы зарегистрированы в Ростехнадзоре. То есть мы прошли первично техническое освидетельствование, внесены изменения в ОПО. То есть мы готовы к отопительному сезону. Запуск котельной был торжественно произведен в присутствии губернатора, министров и представителей власти Ахтубинского района. Осмотрев новое оборудование котельной, Игорь Бабушкин поинтересовался сроками исполнения работ и ввода в эксплуатацию котлов, а также их максимальной мощностью. В котельной еще стоит запах свежей краски. 72 часа под полной загрузкой котлы работали в ходе пуска наладочных работ и теперь котельная готова к запуску. Кроме того, губернатор отметил, что высокие показатели эффективности работы котлов создадут возможность экономии топлива в будущем. Сколько домовладений будет обслуживаться при помощи этих котлов? Порядка у нас 1400 абонентов. Проблема с обеспечением теплом, она практически сегодня решена? Да, полностью решена. Помимо этого, в котельной установлены автоматизированные щиты управления, которые позволят вовремя отслеживать любые неполадки и своевременно их устранять. Сейчас операторы будут наглядно видеть весь процесс, все, что происходит у нас в топке. На табло будут высвечиваться уровни водяных столбов, любые аварийные ситуации. Идет вентиляция, будет проводиться автоматически, разряжается воздух в топке, проходит время, то есть 5 минут, и автоматически можем запускать розжиг. Даже горелки у нас будут разжигаться автоматически. Анна Фадина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ